О, Шри Радхика! О, дюэлл о флей! О, Шри Радхика! О, сокровище всех игр! Когда же я снова увижу тебя, нахмурившую свои брови? Когда же наступит тот день, когда я увижу, когда я сам увижу тебя, нахмурившую брови? Радхика, и как ты разговариваешь с Кришной? Когда же я увижу это? Когда же я сам в ситхадехе буду медитировать на тебя и видеть твои брови? Потому что ты говоришь о том, что ты любишь, что ты не любишь. И ты любишь, что ты мне учишь. Как ты любишь, ты мне учишь, и ты любишь, что ты любишь, что ты любишь. Когда ты научишь меня разговаривать с помощью твоих бровей, когда я научусь и пойму этот разговор, эту беседу, как ты себя ведёшь, и как ты разговариваешь с Кришной таким образом? Когда же я снова увижу тебя, нахмурившую свои брови, и снова услышу, как ты повторяешь, «Нет, нет». Ты говоришь к Кришне, «Нет, нет, но по твоим бровям я вижу, что ты говоришь Кришне, да, да». То есть говоришь, говоришь, «Нет, нет, не трогай меня, не прикасайся ко мне». Но сами брови, они говорят, «Да, да, вними меня». Когда же я снова увижу тебя, нахмурившую свои брови, и снова услышу, как ты чувствуешь себя, как ты повторяешь «Нет, нет», хотя на самом деле внутренне ты очень счастлива. Когда Манджри видит то, что происходит, вот этот диалог с помощью бровей, Манджри испытывает огромную ананду, блаженство, когда видят эти игры, когда они наблюдают за этим разговором. Это и есть настоящая бхава. Когда Кришна, лучший из влюбленных, падает от твоих стоп и молит тебя, и молит тебя о наслаждении праздником объятий. Комментарий. Это Мама ability. Why not we feel relishment, because we not meditate in Radha, Mohan, we meditate in materialism, we think for materialism. The day we will start keeping my mind in mantra, what you chanting, you start relishing that. And when you start mantra with real life spirit, that is how sadhana we do in practice and realize. That is also the stich that refers to the Mahamantra. But how do we repeat Mahamantra? We often think about material and material things. But if we repeat Mahamantra and meditate on these lilas, and stay in the mood of Manjari, Manjari Bhavi, then there will be a movement in our mood and realization and feeling. If Manjari Bhavi is not awake, then how you will wake up your Manjari Bhavi? With meditating in the mantra. Manjari Bhavi will wake up. One day will come that you will not think of material things. I guarantee you. Jai! 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 We are on call for that. The moment they are going because so many lives we practice. So they are repeating and coming on and on. The day will come, they say, bye-bye, I have to go, bye-bye, I have to go one by one. Then we say, no, 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 not go, I am going with, my mind will go with you. That day mind will stop going with them. You will start living in the mantra. When the mantra will chant, you will be same time you are meditating in mantra. And this is detachment from the mind floating in the material world. Great! Great! We hope for that. Насчёт повторения Маха-мантры и медитации, как у нас это происходит? Если мы не раскрыли свою Manjari Bhavi, не раскрылась у нас своя группа, мы ещё не находимся, не погружены полностью в это настроение, то как мы можем повторять мантру и быть сконцентрированы на этом? Но когда у нас разобьётся этот вкус Манджи-бхава, настроение, когда мы уже будем медитировать на это настроение, на эти лилы, тогда у нас ум начнёт думать не о материальных вещах, а о духовных вещах, о лилах, о Кришне, о Радхе, об этом. И тогда, когда наш ум сконцентрируется на этом при повторении Маха-мантры, тогда произойдёт тот самый момент, когда мы можем сказать «Пока-пока материальному миру!» «До свидания!» «Я теперь повторяю Маха-мантру и я теперь медитирую на Радху, на Кришну, на Лилы, на Манджри, на служение». И это обязательно произойдёт, Садху Махарадж говорит, я вам гарантирую, что это обязательно произойдёт. Однажды наступит такой день, когда мы перестанем думать о материальных вещах во время повторения Маха-мантры и полностью сконцентрируемся уже на духовном мире. Это обязательно произойдёт, этот день наступит. И когда у вас появятся реализации, тогда вы будете повторять Маха-мантру, вашей дикши-мантры тоже, да? И когда это всё произойдёт, у вас будут такие сильные понимания и чувства, что у вас слёзы будут потоками лица из глаз при повторении. Он помнит, но не тот, который смотришь, может быть, это будет значительное значение. Особенно всё это будет значение. И вы будете понимать Маха-мантры также, потому что это очень Хай-мантры. И когда произойдут эти реализации, когда этот момент наступит, и когда вы будете повторять Махамантру, вы всё осознаете, то есть вам всё это придёт, понимание. И понимание Махаманты придёт. И даже санскрипт вы будете понимать, даже стихи санскриптские вы будете всё это понимать. И всё, что в мантре тоже находится, всё это раскроется. И у вас появится такой огромный вкус к повторению Махамантры, вы забудете о всех вот этих мирских делах и полностью погрузитесь в это настроение, в это состояние, полностью понимая сам смысл против Махамантры. Then you listen from guru teaching that what you realise is the real effect with the guru-dev, guru-guhanas. And you listen from sadhu, you listen to that. It's a surprising thing. That is a surprise. Yes, that will be great. И дальше садху Махараш нам рассказывает, как происходят эти реализации. Когда начнут происходить реализации, мы начнём понимать Махамантру, и мы будем повторять. При этом мы будем слушать слова гуру-дева, будем слушать слова садху, будем дальше читать священные писания. И постепенно, повторяя, повторяя, погружаясь в это настроение, мы будем осознавать, что оказывается то, что говорил Гуру-деф, то, что говорили садху, то, что говорит в священных писаниях, это всё есть одно, это всё одно, и это всё одно и то же. И, наконец-то, это… Но мы это не просто поймём, мы осознаем это. То есть реализация как осознание будет глубокое, а не просто знание. Вот это и есть духовное продвижение, этот внутренний рост, это внутри происходит рост, и параллельно с ростом развивается сварупа наша. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... candied... И это frase, и когда мы повторяем махамантру, у нас будут литься слезы, и эти слезы очищаются, вот эту грязь с нашего сердца, с нашей Души, вот эту пыль. И когда мы будем плакать, мы будем осознавать, насколько мы загрязнены именно благодаря слезам. То есть эти слёзы очистят наше сердце. И это и есть тот процесс духовного очищения при повторении Махамантры и появлении реализации. So, when the blockage is clean, it starts melting. Blockage, my blockage is clean. Then blockage clean, then it smells. The melting heart is changed. It becomes clear, то есть при повторении мантры будет таять сердце. А почему тает сердце? Каким образом? Какие-то наши блокировки, какие-то наши неправильные понятия, неправильные установки, они будут постепенно уходить в процессе повторения Махамантры. И когда уйдёт вот эта блокировка, тогда сердце очистится и слёзы омоют остатки этой пыли, этой грязи. И произойдёт понимание, ощущение. Это и есть процесс духовного развития. Сердце будет таять, поэтому будут трясти слёзы тоже. Дарпанам means mirror. Mirror means when the blockage is there, I cannot see my face. But when there is no clean, mirror is clean, you can see your face very clear. Right? Yes, yes. Then this mirror is blocked to see only my material body. But my mirror is not clean to see my spiritual sarukh body. When the mirror is clean with chanting, I can see my sarukh body. Дарпанам — это значит зеркало. Что это значит? Если у нас есть какая-то блокировка, то она закрывает это зеркало. И мы, когда смотрим на себя, мы видим только материальное тело, наше какое-то отождествление себя, ну, с телом, с человеком. Но когда эта блокировка будет уходить, это зеркало будет очищаться, то есть оно будет чисто. И мы в этом зеркале будем видеть самих себя. Это и есть то самое очищение. И очищение это происходит во время повторения Махамантры с помощью. When I see myself in my mirror, my sarukh, then I need my shwam. Когда я увижу в своем зеркале, в своем зеркале души себя, я увижу сваруку, свою сваруку. И когда я увижу эту сваруку, тогда мне нужна будет свамини. My God, how I can live without you? What is the goal of my life? What is the meaning of my life? What I have to do? I have to be always with you. И тогда появится вот это чувство, которое мы все время говорим, появится это чувство, что, Боже мой, как же я жил без тебя, свамини? Как? Ты мне нужна, я хочу быть с тобой, я хочу быть рядом с тобой. Какой смысл в этой жизни, если тебя нет рядом с тобой? Зачем мне жить тогда вообще? И тогда постепенно и постепенно мы будем погружаться в служение, а когда мы будем полностью уходить в служение, уже с реализацией, то мы будем переставать повторять. То есть нам уже не надо будет повторять махамантру. А потом, когда у нас это видение, вот такие ощущения пройдут, и мы вернёмся назад, нам нужно будет опять повторять махамантру, чтобы опять вернуться в это настроение и погрузиться в служение. And what did my service irritate the eyebrow of your ceremony? That's how you teach, guide us with your eyebrow, and how you say yes from eyebrow to Krishna, but with the mouth you say no. No, not that. No, but I'm going to tell you why you're touching people. Come and hug me. I understand. А в чём состоит наше служение? То есть нам нужно при повторении, нам нужно медитировать на брови Радхики, как она на вот этот стих, как она говорит, нет, нет, не трогай меня, я не хочу, отойди. Но бровями она говорит, да, 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 обними меня. То есть это и есть наше служение, это медитация. Why? Because I know your heart, what is your heart, what you feel inside your heart. I become so close with you, that I can understand you. А почему мы будем понимать Свамини? Потому что мы начнём понимать сердце Свамини, да, то есть настолько близко, то есть мы уже начнём понимать её, понимать её чувства и понимать её тоже поведение и как она себя ведёт. You see, sometimes mother has as talking with the baby, she said, no, but she say, yes. But you understand that mother knows his no meaning for me, I will do what I like. So like this, she knows the heart, baby knows the heart of the mother. She don't bother for no of the mother. She said, no, 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 no. But baby to do that and mother not say, because she likes to do this. Yes, very well said. This is the part of Banjaris and Swami. Understand the heart and the self. it's like a very good way for the dear very good, very good way. Like, for example, the mother and the mother and mother told her that parents are saying no, 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 no. The child loves the mother, and he knows the mother. And he says no, but, he said no, So, in principle, this is to do what she can do. But you know, she looks at the heart, she sees her, she sees her, she sees her, what's this. И он уже делает всё равно, хоть мама говорит «нет», ребёнок знает, что мама его не накажет, что она его любит. Так же и Манджери и Свамини тоже. Манджери, они уже знают очень хорошо Радху, Радхику. И когда она даже говорит «нет», они чувствуют её, они понимают, что в принципе она говорит «да». Вот это и есть связь. Commentary Шрифад returns to his Siddha-Swarook. You see, Шрифад returns to his Siddha-Swarook because the home is Siddha-Swarook. Understand the words. Return means I am not going first time I am come out from my Siddha-Swarook in my Manjari to Sadakdhya. So where is my home? My Siddha-Swarook I am living there and I come out from that. So I am chanting why I come out. I have to remember and meditate. Нет? You have to return. I have to come back if you see come back it's all it helps you understand. Yes. Yes, I come back to my home. Very deep meaning in just a few words. You are. I have to say the other wrong meaning I don't understand. Short meaning I understand. I understand. So much. И начинается комментарий такими словами Шриппада возвращается в свою Siddha-Swarook буквально несколько слов, но здесь раскрывается очень глубокое значение. Возвращается в свою Siddha-Swarook то есть он возвращается к себе домой. Да? Домой. То есть не туда ходит и назад, а он возвращается домой в Siddha-Swarook а потом оттуда возвращается в материальный мир и сознание и думает ой, а почему я сюда пришёл? Так, срочно надо повторять Махамантру чтобы опять назад вернуться домой. И он повторяет Махамантру и опять возвращается домой. То есть нужно понимать этот стих что возвращается возвращается он к себе домой. Да? То есть он живёт в этой Сварупе в Siddha-Swarook он там живёт и возвращается он туда отсюда где он запутался в своих мыслях. Спасибо благодаря мантре четко показывает вот смотрите вот это помогает вернуться в свою в Siddha-Swarook это сила повторения святых имён. Спасибо и благодаря вот этой благодаря четкам благодаря мантре мы возвращаемся домой. То есть наш дом я никогда не оставлю тебя никогда не оставлю тебя это прочёт в Siddha-Swarook в Siddha-Swarook в Siddha-Swarook нет нет другого пути получить такое видение в этом мире только пережившие это преданные могут понять это по милости Шримати Шри-Бата с большим интересом становится свидетелем другой сладкой игры Он видит Шримати в страстном желании торопящийся в кунжу навстречу с Кришной Но Кришна ещё не пришёл туда где они договорились И для его удовлетворения Радхика уверенная что он в конце концов придёт начинает украшать это место Конечно же он скоро придёт Ширупа Госвами Райсин Ужвал Ниламани Ширупа Госвами пишет Ужвал Ниламани Слава-шака-васатханте Духти-шанна-тайям Девушка, которая выходит на встречу со своим возлюбленным Который украшает место их встречи и своё тело перед тем как он появляется Она называется Вишакха Саджика Она планирует свою эротическую игру с ним Она вглядывается в дорогу ожидая его прихода Она говорит о хорошем со своими подругами и постоянно справляется не пришла ли её посланница Поэт Видьяпати кратко описывает то, как Шримати планирует эротическую игру следующим образом Когда он придёт на мой двор я лишь слегка улыбнусь ему Когда он энтузиастично схватит меня я постараюсь ловко убежать от него и спастись Когда же он попытается утащить моё тело я оттолкну его руки и хмуро взгляну на него А когда он попытается подойти ко мне я отвернусь и скажу нет нет Таким образом многие сотни потоков планов вытекают из сердца Шримати Когда она ощущает страстную любовь к Кришне Шрипада в своей форме кинкари занят служение Шримати Затем в Кунжи появляется сокровище возлюбленных и Шримати гневно пытается уйти домой И ругает своим взглядом свои кинкари Зачем ты привела меня сюда? Быстро отведи меня домой Но привлечённой сладостью Шримати Кришна хватает край её сари Шримати выдёргивает его и говорит уходи не трогай меня я целомудренная домохозяйка Её лицо при этом излучает сияние нежной сладкой улыбки смешанной с притворным гневом Как прекрасно вздымается волнами её сладость Мохан Кришна чья форма само трансцендентное блаженство погружается в желание соединения с ней Все её действия исходят из её махабхавы И поэтому Расика Шикхара так очаровывается Шриматрупа Госвами в своей Уджвалани определил отважную любовь девушки следующим образом Она опытна в проявлении сильных эмоций и она атакуется его возлюбленного Расой Шриджива Госвами пишет в своей лоджи-нарочине в комментарии к этому стиху что Раса это вкус чистой и бескорыстной любви И она предназначена только для наслаждения Кришны Мохан the jewel of lovers is so overwhelmed by the sweetness of Радха's mood that he anxiously falls at her feet Шикришна драгоценный камень среди возлюбленных так переполнен сладостью настроения Радхи что пал к её стопам начал жалобно молить её о счастье всего лишь одного объятия Это приводит к тому что ещё больше чувства Расика возникают в сердце Радхики и её настроение проявляется на её прекрасном лице и в её прекрасных глазах Но тем не менее она говорит нет очаровывая при этом своего возлюбленного сладким движением своих правей на самом деле её жесты выдают её действительное настроение её её слова на самом деле наполнены счастьем она была бы счастлива если бы Кришна прикоснулся к ней Шрипад Шрипад как кинкери знает это и calls her therefore Ранган Ниди и океан игривости Открыто Шримати говорит нет нет но её сердце говорит да да нет отказа в этом нет наоборот оно урожает согласие то есть да она поклоняется Кришне поэтому её имя Радхика нет другой такой же прекрасной девушки во Врадже которая так поклоняется ему и могла бы также сладко очаровывать Кришну как она therefore she alone is named Радхика and Raj nobody else and therefore Шрипад addresses her in this verse as Шри Радхика поэтому она единственная во Врадже кого называют Радхика таким образом Шрипада обращается к ней в этом стихе по имени Шри Радхика then Шрипад transcendental vision stops затем transcendentное видение Шрипад исчезает and he eagerly prays когда он пытается обнять тебя он Сейчас еще раз прочитаем стих. О Ширадхика, о сокровище всех игр. Когда же я снова увижу тебя, нахмурившую свои брови, и снова услышу, как ты повторяешь «нет-нет». Хотя на самом деле внутренне ты очень счастлива. Мохан, the best of lovers, falls at your feet и begs you for a delicious festival of embraces. Тогда как Кришна, лучший из возлюбленных, падает от твоих стоп и молит тебя о наслаждении праздником объятий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какие комментарии? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас еще несколько комментариев Мы не слышим Нет звук Так красиво и так интенс Это было так красиво и так прекрасно то, что мы услышали только что Это работает? Они слышат тебя? Они слышат тебя? Они слышат тебя? Это прекрасный стих, и мы это слушаем. Когда мы слушаем этот стих, у нас возникает чувство Махабхава, вот это сильное чувство. Когда Кришна хочет любить, то проявляется это Махабхава. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует... – Sorry. – Sorry. No sound. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Из этого появляется Радхарани И когда появляется Радхарани Она смотрит вокруг, везде И она ищет Бога, своего возлюбленного Но она не хочет любить Ашварио И она отказывается от всего и делает все, чтобы сделать своего возлюбленного счастливым Даже малейшая частичка пыли, она создана Радхой Здесь в Амриндаване только в Радхэндранандана Здесь нет Бога Если вы хотите увидеть Бога, идите куда-то в другое место Это возлюбленный нашей милой Свами По Бриндаване нет вот этого чувства почтения, такого возвышенного, божественного чувства Здесь нет вот этого королевского какого-то обхождения Здесь нет роскоши Нет, этого нет, Бриндаван, он лишен этих вещей Но вы можете видеть прекрасные, красивые цвета Очень простая такая жизнь Танцы Танцующие бабочки И это Бриндаван, он полностью сделан из любви И вот чтобы достигнуть этого Бриндавана, нужно пройти определенный процесс И этот процесс — это повторение, глубокое истинное повторение Махамантры в вашем сердце Югаламантры Югаламантра — она не для деятелей Югаламантра — она для зрителей То есть не для деятелей, а для зрителей Это также известно как Расадаршан Это также известно как Расадаршан Видеть, да, видеть обмен вот этой расы Мохана и Расадаршан То есть это видеть, это для зрителей, да, Махамантра — она для зрителей Чтобы мы видели вот этот взаимообмен расы, любовью И в тот момент, когда мы начинаем повторять Махамантру В тот же момент появляется Радха и Мохан И тогда уже нет никаких сомнений Появляется вот это вот чувство блаженства И все, что мы читаем с вами в Радха Раса Суданитхе Мы все это сможем увидеть во время повторения Махамантры Вот это вот та сила, которую я чувствую, спрятана, сокрыта в Махамантре Когда Радха и Мохан обнимают друг друга, это и есть сила Махамантры И это их чувства, их взаимообмен, обмен этими чувствами Это очень прекрасно И это то, что вот спонтанно пришло в мое сердце И я хотела этим поделиться с вами Рады, рады Спасибо 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 Спасибо